То, что вы услышите в этом видео, вы больше не услышите нигде. Кто такой Бог? Что вы знаете о Его происхождении? Вот откуда Он взялся? Вы только задумайтесь, около 90% людей на планете верят в Бога. То есть почти все. Из них около 65% это христиане и мусульмане. То есть представители веры в одного Бога. Не в разных Богов, а в одного. Так называемая монотеистическая религия. 65%. Это где-то 4,5 миллиарда человек. 4,5 миллиарда человек. И скорее всего, вы один из них. А теперь задумайтесь, это важно, что вы знаете о вашем Боге. Спросите себя или священника о происхождении Бога, и вы услышите что-то наподобие такого ответа. Мы именуем Бога безначальным. Поэтому у Него нет ни начала, ни конца. Вот Бог как раз живет в вечность. Мы ничего о нем сказать не можем. Но вы знаете, к чему мы тогда приходим? Если мы ничего не можем сказать, тогда в кого мы верим? И поэтому мы говорим, Бог есть премудрость, Бог есть творец, Бог есть справедливость, Бог есть любовь и так далее. Бог – это то всепремудрое, вселюбящее, всеразумное, вечное и святое существо, которое держит этот мир в своих руках. Для нас Бог тоже, что для цветка – солнце. Слушайте, осмысляйте, что для рыбы – вода. И не нужно веснущатый крапчатый Антошка говорить, откуда взялся Бог. Мой шестилетний сын спросил у меня, откуда взялся Бог? Как следует ответить ему на этот вопрос? Рут, ответьте просто, сынок, я не знаю. В Библии об этом ничего не говорится. Скажите сыну честно. Согласно Библии, Бог всегда был и всегда будет. Но откуда Он взялся, мы не знаем. Другими словами, никто ничего не знает о Боге, в Которого все верят. И более того, даже мысли о том, что Бог имеет свое начало, кощунственны, они запретны, хоть и в 21 веке. И такого человека даже сегодня многие готовы, образно говоря, сжечь на костре. Спасибо. Спасибо.